Прочтение закона, он имеет свою предысторию, кстати, он существует во всех странах, но там имеется в виду не просто оскорбление чувств верующих, потому что действительно тут проблема трактовки, ты можешь сказать атеизм, можно рассматривать атеистское, а другое, как нарочитое оскорбление надругательства над чувствами верующих. Здесь имеются в виду вот такие истории, как Пусси Райт, как имеются многочисленные истории, когда на дверях и на стенах синагоги там рисуют фашистские знаки или вот эта вся история с Магомендом, которые были в Соединенных Штатах Америки. Это вовсе цивилизационная норма, ты можешь быть атеистом, ты можешь не верить в Бога, но ты не имеешь право надругаться над национальными святынями и так далее. Проблема такой, этот ажиотаж у нас возникает в силу вот этой какой-то переходности этой страны. Она не старая нормальная цивилизованная страна, а, кстати, дореволюционная Россия была сто раз более цивилизованная в этом отношении, или сформироваешься страны, как Польша, допустим, с своими традициями католицизма, уважения к церкви и уважения к свободе человека. Там все естественно. А тут вот такая посткоммунистическая страна, да еще после 90-х, когда все понимают как свободу, как право делать, что делать и осправлять друг друга. Поэтому этот закон неизбежен и нужен, но другое дело, он должен быть четкий. Если мы имеем в виду надругательство, значит, что мы имеем в виду? Какие-то физические действия, какие-то акции, вот спилили крест, взорвали церковь, вот это. А не просто человек сказал, я не верующий, я не верю Христа. Вот это надо оговорить, ибо действительно при широком толковании тогда получается, что любой атеист окажется у вас, значит, человеком подсумным, что глупо и смешно, мы не живем в эпоху инквизиции. Продолжение следует...